Вечером во вторник зал современника был почти полон. Людей привели сюда не гастроли заезжих звезд или концерты местных артистов. Представители общественных организаций, политических партий и обычные ангарчане пригласили на встречу человека, давно известного в городе, Дмитрия Чернышева. Говорили о судьбе района, о кризисе местной власти и о том, что в нее должны прийти другие люди. Я понимаю, конечно, что как раз вот такие люди и местные политики. Переживота, пожары, неуверенных, решительных, не болящихся, взяли от себя. Уже очень скоро от вопросов общих и наболевших перешли к менее глобальным, но острым, местами даже трагичным. На сцену выходили люди и рассказывали о себе, о том, с чем пришлось столкнуться и как власти мущие могут топтать человеческие жизни. Лариса Егорова, сирота, мать-одиночка, 11 лет обвивала пороги разных администраций с мольбой не выгонять ее и двух детей из служебной квартиры на улицу. Когда я пришла, знаете, до копировки суицида, я жить не хотела, потому что не понимали. Пришла к Виктору Викторовичу. Единственный человек, который меня выслушал, который на него подбил и успокоен, выслушал мой вопрос. И сказала, я помогу. Таких историй, прозвучавших в зале, десятки. Оказалось, что все они похожи многим. И болью, и тяжестью борьбы с неповоротливой бюрократической машиной. И тем, что даже самые серьезные проблемы могут быть решены. Два года назад на улице могли остаться десятки семей работников керамического завода. Из общежития, в котором прожили многие годы, одним розчерком пера их решено было выселить. Дмитрий Чернышев, которому и были адресованы многочисленные слова благодарности, пригласили на сцену к середине вечера. Он сразу признался, что получается, к сожалению, далеко не все. Мне хотелось бы, чтобы возникло такое понимание, что в Чернышеве в волшебной нет, конечно, многих проблем у них удовольствия. Я честно вам скажу, что я не буду скрывать. Но было желание решать и решить те проблемы, те задачи, которые стояли перед нами. За разговорами поведал о себе, школа, институт, работа. Трудился и в прокуратуре, и в сфере народного хозяйства. Последние годы занимал руководящие посты в разных ветвях власти. Все это многие сидящие в зале знают. Однако были у ангарчан и такие вопросы, ответы на которые дались Чернышеву непросто. Прошлые выборы, вы все-таки сняли свою кандидатуру, а не получите ли эту ситуацию в данном объекте? Я принял на решение после губернатора 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 области. Это было мое решение. Я за него высохнул мое ответственность, потому что я перед вами. Я сейчас хочу извиниться за прошивку, которую я пропустил. Два часа встречи пролетели незаметно. Много других обращений прозвучало из уст горожан. Сетывали на проблемы с жильем, работой. Я был очень приятно удивлен, что столь много людей пришло на эту встречу. Столь много людей пришло на эту встречу, на которую меня пригласили. На самом деле я был приятно удивлен. Вы знаете, вопросы были добрые. Я ожидал вопросов злых. Я ожидал, что, может быть, будут какие-то вопросы злые. Потому что я бы понял это. Потому что люди на сегодняшний день не верят власти. И власть местная это заслужила. Нужно исправлять ситуацию срочно. Елена Токмина, Наталья Никифорова, Дмитрий Новопашин. Местное время.